Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш плейлист. И как пишите, крутой плейлист. Да, спасибо вам за вашу оценку. И как мы читаем в первом послании к Коринфянам, «Кто любит Бога, тому дано знание от него». Да, вот такая интересная мысль. «Кто любит Бога, тому дано знание от него». Отлично, счётчик по словам растёт. И далее мы разбираем как раз правильные глаголы. У нас запланирован 50, ещё также будет несколько бонусных. Итак, следующий правильный глагол – это «проверять». Проверять будет «чек». «Я проверил эту работу». Я проверил. «I checked» эту работу. «This work». «I checked this work». «Я всё проверил». Так, вначале подлежащее, потом действие, то есть глагол, и далее уже «всё». То есть «я проверил всё». Мы говорим так по-английски. «Я проверил». «Я проверил». «I checked» «всё». «Эрифин». 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 Мы говорили, что если слово само по себе «всё», то по умолчанию используем «эрифин». «Эрифин». «I checked эрифин». «Эрифин». «Я проверил это эссе». «Я проверил». «Я проверил». «I checked» это «this эссе». «Эссе». Видите, здесь ещё нужно правильно прочитать. «Эссе» — это как сочинение. «Эссе». «I checked» «this эссе». «I checked» «this эссе». «Видите, как слово «день». «Дэй», «дэй». Здесь, видите, такой же звук «эй». «Эй», «дэй», «дэй», «эссэй». «Эссэй». «I checked this эссэй». «Я проверил своё эссе». «Я проверил». «I checked» «своё», то есть «моё». «Мой эссе». «Эссэй». «I checked my эссэй». «Учитель проверил моё эссе». «Учитель». «Видите, в начале предложение». То есть значение «этот» или «тот». «Поэтому «the», обязательно «the». «Далее учитель». «The teacher проверил». «Checked my эссэй». Следующий глагол – ждать. Wait. Также правильный глагол – wait. Я подождал это. Я подождал. I waited. Видите, если – перед идеей, то как – ид. I waited – это. Но помните, что wait for. Wait for. Потом I waited – это. For it. I waited for it. Я подождал это снова. Я подождал. I waited. I waited. Это. For. For it. Снова. Again. I waited for it again. I waited for it again. Я подождал их ответа. Я подождал. Я подождал. I waited. Их. For. The. Ответа. Answer. Я подождал. Обязательно. I waited for their answer. I waited for their answer. Answer. Ведь answer – это британский вариант. Американский answer. Answer. Британский answer. Answer. I waited for their answer. Он подождал меня. Он подождал. Он подождал. He waited. Меня. For me. He waited for me. Видите, суть данного времени – что это краткое действие, как факт в прошлом. Следующий глагол – отвечать. Answer. Answer. Опять же, видите, американский вариант answer. Answer. Британский answer. То есть answer – это ответ, и answer – это отвечать. Но важный момент. Отвечать на что-то предлог на не переводится. К примеру, ответить на это – это будет answer. Answer it. Answer it. Или, к примеру, ответить на этот вопрос. Answer this question. Или ответить на тот вопрос. Answer that question. То есть смотрите. По-русски мы говорим «ответить на…», но если так переводить, в английском это ошибка будет. Нет. Просто без предлога. Answer this question. Answer that question. Если мы указываем именно на что. Это очень важный момент. Но пока просто переведем. Он ответил очень странно. Он ответил. He answered. He answered. very strangely. He answered very strangely. А странно является ли. Ли – это суффикс многих наречий. Strangely, strangely. Strangely, strangely. He answered very strangely. He answered very strangely. Wait for. I waited for it. I waited for it. I waited for it again. I waited for their answer. He waited for me. Answer this question. Answer that question. Answer. He answered very strangely. То есть, видите, ответить на что-то – это answer плюс что-то. То есть, answer – это не просто ответить, а ответить на. А, к примеру, answer this question, answer that question. Я ответил на это сообщение. Я ответил. I answered на. Вот на здесь переводить не нужно. Это будет ошибкой. Просто оставляем, как есть. I answered. Далее, это сообщение. This message. Message. I answered this message. Видите, такой подводный камень. I answered this message. Я ответил на его письмо. Я ответил. I answered на. Опять же, на не переводится здесь. Его письмо. Его his. Из письмо. Letter. I answered his letter. I answered his letter. Я ответил на все эти вопросы. Я ответил. I answered на. Все эти вопросы. Все. All. Эти. These. Вопросы. Questions. Questions. I answered all these questions. I answered all these questions. Я ответил на этот вопрос. Я ответил. I answered. I answered. I answered. Опять же, на здесь не переводится. То есть, этот вопрос. Этот вопрос. This question. I answered this question. I answered this question. Следующий глагол. Рекомендовать. Рекомендовать. Recommend. Recommend. Тоже, видите, правильный глагол. Он рекомендовал эту программу. Он рекомендовал. He. Recommended. He recommended. Видите, здесь такой важный момент. На конце. Если ты или д. Звук, то как ид. И здесь, да, как раз получается, видите, именно ид. То есть, he recommended. He. Recommended. Эту программу. This. Программу. Program. He. Recommended. This. He. Recommended. This. Program. Это очень важно. Видите, именно как ид. Ид. He. Recommended. This. Program. Program. Просто O и M. Program. Program. He. Recommended. Program. Вот формула. Answer. Plus. Что-то. Answer. This. Question. Answer. That. Question. I. Answered. This. Message. I. Answered. His. Letter. I. Answered. All. These. Questions. I. Answered. This. Question. Recommended. He. Recommended. This. Program. Она. Рекомендовала тот курс? Она рекомендовала. She. Recommended. She. Recommended. Тот курс. That. Course. She. Recommended. That. Course. She. Recommended. Course. Следующий глагол. Танцевать. Это глагол. Dance. 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 Американский вариант dance. Dance. Они танцевали вместе. Они танцевали. They danced. They danced. Вместе. Together. They danced together. They danced together. Следующий глагол. Праздновать. Глагол. Celebrate. 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 Я праздновал Новый год. Я праздновал. Вот как это произнести. Вот на конце ид. Видите, здесь мы с вами смотрим именно на звук. То есть, смотрите, звук т. Поэтому, значит, как ид. Окончание. Получается. I celebrated. I celebrated. I celebrated. Новый год. New year. New year. Это Новый год. New year. Я праздновал свой день рождения. Я праздновал. I celebrated. Свой день рождения. Свой, то есть мой. My. Единое рождение. Birthday. Birthday. I celebrated my birthday. I celebrated my birthday. Следующий. Глагол. Закрывать. Да, видите. Закрывать. Следующий глагол. Это close. Close. Я закрыл дверь. Я закрыл. I closed. И выражение, помните, по-моему, где с open. По-моему, где с open the door. Open the window. Также close the. Close the door. Close the window. То есть, я закрыл дверь. I closed the door. I closed the door. I closed the door. She recommended that course. Dance. They danced together. Celebrate. I celebrated New Year. I celebrated my birthday. Close. I closed the door. Я закрыл окно. Я закрыл. I closed the окно. The window. I closed the window. I closed the window. То есть, видите, формула. То есть, open. Или же close. Далее, there. И, к примеру, door. Там дверь. Окно. Window. Коробка. Box. Open. Close. The door. Window. Box. Следующий глагол. Жить. Жить. Live. Live. Я жил недалеко отсюда. Я жил. I lived недалеко. Соберяем фразу недалеко. Not far. И отсюда фраза from here. Not far from here. Not far from here. I lived not far from here. I lived not far from here. Я жил очень далеко отсюда. Я жил. I lived очень далеко. Very far. Отсюда. From here. I lived very far from here. I lived very far from here. Видите? D. D не оглушаем. D. I lived very far from here. Я жил в этом районе. Я жил. I lived в этом районе. Вот в этом. Это будет in this. А когда мы живем в каком-то районе, мы с вами используем слово area. Area. Вообще, видите, area переводится как область район. И также как раз в контексте, когда мы живем в каком-то районе, мы используем именно area. Обычно. Да, и по умолчанию используем это слово. И получается I lived in this area. I lived in this area. Я жил в том районе. Я жил. I lived в том, in that районе area. I lived in that area. Отлично. Мы с вами проходим очень нужные фразы, конструкции. И, к примеру, вы можете это использовать в любом времени. К примеру, если вы хотите сказать я живу в этом районе, как мы с вами скажем? Так, обычное настоящее время. Я живу. I live в этом районе. В этом. In this – районе – area. I live in this area. Видите, ничего сложного нет. Просто применяйте лексику и формулу, которую мы разбираем. I live in this area. I live in this area. Это очень нужная фраза, очень полезная, очень практичная. Итак. Open, close the door. Window – box. I closed the window. Live. I lived not far from here. I lived very far from here. I lived in this area. I lived in that area. I live in this area. Мы жили в этом районе. Мы жили. Мы жили. We lived в этом районе. In this area. We lived in this area. We lived in this area. Они жили. Они жили. Они жили. Они жили. They lived. Очень счастливо. Very. Happily. They lived very happily. They lived very happily. Видите? Happy – счастливый. Это happy. А счастливо – happily. Happily. Happy. Happily. Следующий глагол – путешествовать. Travel. 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 Я часто путешествовал. Я часто. I often путешествовал. Traveled. Traveled. Мы с вами про это говорили, если помните, в первых уроках, как будет слово вообще «путешествие». Вот помните, я говорю, что у нас во время был топик «путешествие». И топик называется «traveling». Traveling. Видите? Ну, опять же, это британский вариант правописания, когда двойное «l». Американский вариант с одной «l». Мы же по умолчанию как раз используем двойной «l». Британский вариант. Здесь, видите, тоже пишем как раз двойной «l». Британский вариант. I often traveled. I often traveled. Я часто путешествовал. I often traveled. I often traveled. Я путешествовал почти каждый год. Я путешествовал. I traveled почти almost каждый год. Every year. I traveled almost every year. I traveled almost every year. Мы путешествовали. Мы путешествовали каждое лето. Мы путешествовали. We traveled. We traveled. Каждое лето. Every summer. We traveled every summer. We traveled every summer. Следующий глагол «объяснять». Так, правильный глагол «объяснять» То есть «объяснил все». Видите, если слово само по себе «все», то ставится в конце. И даже, видите, вначале подлежащее, потом уже действие глагол. «Он объяснил это правило». Он объяснил «he explained» это правило, это «this», и правило будет «rule». «Рул». Видите, долгое звук «у». «Рул». Так, видите, новые слова, которые пока были. «Странжли». Странно. Да, «эссей» — это «эссе». «Странжли». Странно. «Ариа». Значит, район, область. «Рул». «Рул». Правило «рул». Видите, долгое «у». «Рул». Рул. «Рул». «This rule». «This rule». «He explained this rule». «Она объяснила эти правила». Она объяснила. «She explained эти правила». «Эти». «This» и «правило». Видите, на конце «с» отчитается как «з». Rules, rules, rules. Долго у, rules. She explained these rules. She explained these rules. Отлично, видите, 50 глаголов. Но, как было сказано вначале, еще также парочка бонусных глаголов. Парочка. Итак, зарабатывать. Earn, earn, earn. Она зарабатывала очень мало. Она зарабатывала. She earned очень мало. Very little. She earned very little. She earned very little. Он заработал слишком мало. Он заработал. He earned слишком, too, мало, little. He earned too little. He earned too little. Explain. He explained everything. He explained this rule. She explained these rules. Earn. Earn. She earned very little. He earned too little. Хорошо. А как сказать? Я зарабатывал две тысячи долларов в месяц. Я зарабатывал. I earned две тысячи. Две – это two, а тысяча – это thousand. Но мы говорили, что если есть цифра какая-то перед thousand, или hundred, сто, или million, то s не добавляется. То есть, к примеру, двести – это будет two hundred. Two hundred. Две тысячи – two thousand. Два миллиона – two million. Two million. Two million. Видите, важный момент. Если к этой цифре, то s здесь не добавляется. Такое правило. Поэтому будьте, друзья мои, внимательнее. Поэтому two thousand. А вот далее, если мы указываем чего? Чего там долларов и евро, то да, здесь уже e ставится. То есть, долларов – это будет dollars в месяц. Вот в месяц – здесь дословно переводить не нужно. Это будет ошибка. Здесь нужно знать выражение в месяц – a month. A month. Запомните, в месяц – это выражение a month. A month. Если в год, соответственно, будет a year. A year. Ну, мы здесь давайте в месяц скажем. A month. I earned two thousand dollars a month. I earned two thousand dollars a month. Он зарабатывал пятьсот долларов в месяц. Он зарабатывал. He earned пятьсот. То есть, дословно пятьсотен. Пять. Five. Сотен. Hundred. Five hundred. Ловите, не оглушаем. Thousand. Thousand. Hundred. Долларов. Дорзы. В месяц. Та же самая фраза. A month. A month. He earned five. Та же не five, а five. В-в. Five. He earned five hundred dollars a month. He earned five hundred dollars a month. Я зарабатывал шестьсот долларов ежемесячно. Я зарабатывал. I earned шестьсот. То есть, дословно шестьсотен. Шесть. Сикс. Сотен. Хандрид. Сикс хандрид. Долларов. Дорзы. И ежемесячно. Да, это мы говорим в одно слово. Видите, как здесь ежемесячно. Вот month – это месяц. А ежемесячно – monthly. Просто добавили – monthly. Это ежемесячно. Monthly. Monthly. Приводится как ежемесячный – ежемесячно. Monthly. Monthly. Вучается. I earned six hundred dollars ежемесячно. Monthly. I earned six hundred dollars monthly. I earned six hundred dollars monthly. Two hundred. Two thousand. Two million. I earned two thousand dollars a month. He earned five hundred dollars a month. То есть, видите, a month – это в месяц, а monthly – ежемесячно. Он зарабатывал три тысячи долларов ежемесячно. Он зарабатывал. He earned three thousand dollars a month – he earned three thousand dollars a month – ежемесячно. Monthly. Monthly. He earned three thousand dollars monthly. He earned three thousand dollars monthly. I earned three thousand dollars a month. Я зарабатывал. Я зарабатывал. I earned достаточно. Enough. I earned enough. I earned enough. Тренироваться. Вот еще один бонусный глагол. Тренироваться – это train. Train. Помню, что train – это поезд. И также, видите, train – это глагол тренироваться. Train. Я тренировался так много. Я тренировался. Я тренировался очень интенсивно. Я тренировался. I trained очень интенсивно. Very intensively. I trained very intensively. I trained very intensively. I trained very intensively. He earned three thousand dollars monthly. I earned enough. Train. I trained so much. I trained very intensively. Друзья, мы отлично. Мы с вами выполнили намеченный план. Разобрали 50 правильных глаголов и также парочку бонусных. Супер. Переходим к практике и к контрольной работе по правильным глаголам. My friends, thank you very much. We continue this very important list.